Расскажите нам немного о себе. Мы группа Легальный бит из города Николаева. Вообще изначально нас четверо в группе. Образовались уже существу только как год примерно. Примерно Легальный бит? Откуда это название вообще? Изначально мы с Виталией собирались в группу только вдвоем. Мы не знали название. Один раз поехали на запись. Записывали трек. И записывались с четверо. Я не успел. И он вышел меня и хотел пригласить в группу. И вышел наш Бодя. И сказал, пацаны, давайте будем вместе. Так мы и не получили с другой группой. Мы отказывались. Мальчик большой. Мы теперь остались с четверо. Так как нас четверо, но мы как группа тогда еще не особо ладили. Мы владели только с Виталией. И мы зарегистрировались. Пошли на предкастинг с Украиной Мэтт Иланд. Пацаны, конечно, очень обиделись, когда узнали, что мы пошли на телекастинг. Мы долго их пытались испокоить и сказать, что они сами виноваты, что мы не пошли четвером. Но сами до сих пор обижаются. Вы как бы вдвоем продолжаете дальше, да? Нет. То есть, если что-то будет, мы будем их брать с собой, конечно. Обязательно. Кто пишет вам текст? Сами пишем. Сами пишем? Да. Все в четверо? Да. Каждый в себе пишет сам. А что вас вдохновляет на написание текстов? Наверное, плохое настроение. Да. Как это не стало? Да, депрессия. Да. Ты пишешь, что тебя просто перепломали. Несмотря на что. На Украина Май Талант мы не могли долго написать треки, потому что мы с ним поссорились, мы поладили немножечко. И договаривались писать отдельно каждый свои тексты, и ничего не получалось. Вообще ничего. А потом мы помирились, сели и за два часа все написали. А музыкальное образование было? Нет. Все без слуха, без голоса. Ну, а как вы пришли к рэпу и что было там для вас значить? Ну, я уже давно этим занимаюсь. Я уже около пяти лет. У меня был там берег, меня забирали в армию. В армию тоже писал свои тексты. Меня изначально привело, как бы там меня бросила девушка, я написал ей первый трек. Ну, такое что-то вообще бред-бредом. Потом я увидел в интернете там рэп-баттл. У меня не было ни одного трека, ни одного текста. Я говорю, все, я пойду туда. Я пошел туда на второе место с первого раза. Ну, так. Ну, все поехало и как-то стало частью жизни, кроме того, что я работал. С работы было такое, что с работы на студию приходил, до 4 утра писал тексты, потом он просыпался, бежал на работу. Вечером приходил, звонил пацанам, там, давайте где-то почитаем. С выступлений. Вот так он все время хотелось. Для вас? Для меня отец. Когда папа умер, у меня была депрессия, я думал, чем-то нужно отвлечься. И когда я делаю рэп, значит, я знаю, что папа рядом. Стас со мной. Ты просто такая отдушина. Да. Есть у рэперов какая-то своя идеология, идеи, которую вы поддерживаете? Ну, как бы, вообще, рэперы все настолько разные. И настолько есть очень много рэперов, которых мы не поддерживаем. Вообще, как бы, я считаю, лично у меня такое понятие, рэпер должен читать о правильном, то есть, смысл должен быть в текстах. Мы шли, например, на Украину Толомайт-Алант с рэпом таким, потому что мы знали, что там нужно шоу. Мы хотели сделать то, чего еще никто не делал. У нас это получилось, и мы будем стараться дальше удивлять людей. Но я считаю, что, прежде всего, рэп, для чего и как он всегда, всю жизнь рэпа, это был смысловой посыл. То есть, изначально, то, что ты хочешь донести людям, ты наносишь это трекам. Я не считаю правильным, когда рэперы читают о том, о чем они представления не имеют. То есть, когда рэп идет без какого-либо смысла, без какого-либо подачи какой-то идеи, я такой рэп не поддерживаю. Вы считаете себя неформалным? Нет. Раньше было какое-то такое, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, вот было, да, какие-то широкие штаны там, и уши себе пробивал, все что угодно, чтобы хотел там как-то чем-то отличаться. Но я понял, что я уже давно чем-то отличаюсь от других, тем, что я уже делаю там, да, я пишу, сижу, то есть это уже меня отличает, я не должен отличаться внешне. Потом как-то это все ушло, наверное, в армии меня перевоспитали чуток. А где служили? Севастополь, корабль управления Донбасс. Ну, вообще, я служил во многих, и в полку связи, и потаскал меня по всем городским частям. Сначала я служил пять месяцев вот здесь, в Николаеве, в нашей учебке, которая перед мостом, научился стучать. Азбуку Мороза знаю. А там перевели в Севастополь, сначала на один корабль, потом на другой, потом в часть перевели, до служил и приехал сюда. То есть она меня немножко поменяла, да? Ну, вообще, очень поменяла. То есть характер, ну, очень много проблем, там сами это такая эпопея получилась, там и девушка была, и девушка бросила, тяжело это все переживалось, и много проблем из-за этого было. Ну, и как-то она у меня немножко мозги вправила на своем местах. И характер чуть-чуть, как говорится, укрепила. А как относитесь к другим неформалам? Эмма, скинхилы? Никак. Одно скажи, что мы к ним не относитесь. Не, ну, личное какое-то. Личное? Ну, а там, если хотят, то... Так же сам, какие-то рэперы. Они хотят сходить с челками, там, я умрую, порежу, мне нравится, пожалуйста. Ну, я этого не понимаю, конечно. Тоже там был... То есть это не презрание как-то? Угу. Почему надеюсь, что бы нет? Насколько популярен рэп в Николаеве вообще? В Николаеве? Да. Ну, я скажу, что наша культура, сравнительно с другими городами, хип-хоп-культура в городе, на достаточно низком уровне. Я бы даже сказал, меньше. Очень меньше, чем я вам говорю. У нас мало кто из групп, из рэперов делает что-либо для того, чтобы эту культуру поднять. Мы единственная группа, которая организовывает концерты, выступления, там, батлы, различные проекты для того, чтобы как-то хип-хоп-культуру вывести на другой уровень в нашем городе. Кроме группы «Легальный бит», никто не делает абсолютно ничего для того, чтобы... Потому я не вижу у нашей хип-хоп-культуры какого-то следа, потому что никто ничего не хочет для этого делать, для того, чтобы мы продвигались. Ну, а в каких городах, если сравнить с Николаевым? Харьков, Одесса, Киев, практически все большие города, там рэп гораздо развит. Даже Херсон, тут рядом Херсон небольшой, но там каждую неделю какие-либо вечеринки, и их множество. Тут у нас только один батл, все. А что нужно делать, чтобы ее развивать? Нужно как-то, понимаете, во-первых, экспонсирование какое-то, энтузиазм, идея. У нас все на голом энтузиазме, все вот так вот, мы ходим по клубам сами, а вот давайте мы у вас выступим, а вот, пожалуйста. Мы как-то стараемся это делать, все на голом энтузиазме. Какие-то проекты придумываем, какие-то выступления, соревнования между рэперами. Все состоит от того, что у тебя в голове, и насколько у тебя, как говорится, развита фантазия. То есть вы считаете, что вы развиваете в городе? Мы стараемся. Мы стараемся, но как бы нам мало кто помогает. То есть пытается там кто-то, но есть там у нас люди, которые вот постепенно к нам присоединяются. К нам присоединился там оператор, который нас снимает, вот наш проект Тимофей, он тоже заболел от нашей идеи, 15-м регионом. Что за идея, расскажите, пожалуйста. Это как бы есть американский аналог баттла Don't Flop. То есть это состязание между двумя рэперами в словесной форме, без музыкального сопровождения. То есть между всего, ну как бы я считаю, что у нас самые сервизионные разборки между рэперами. Мы не пьем никому морды. Это как бы словесный поединок между двумя. Но у нас это словесный поединок, где он как турнирная сетка. У нас идет отбор, потом идет пары, и у нас единственное идет один победитель. Вот рядом с вами победители первого сезона, баттла 15 региона, да. Но мы его создали, но как бы ничего, судьи совершенно независимые. Люди, которые чего-то достигли в хип-поп культуре нашего города. Приходите на регион, смотрите, участвуйте. Очень интересный проект. Реклама-реклама. Ну конечно. А много в Николаеве есть еще кроме вас какие-то коллективы, которых тоже можно назвать? Коллективы? Есть, но они не делают для города. Они делают для других городов. Они выступают в других городах, а здесь... А, можете их назвать? Ну... ОНВСВ, например. ОНВСВ, да. Есть такой у нас... Ну, очень популярный рэпер, который в Николаеве не дал ни одного концерта. Он сам из города Николаева. Это у нас зазнался, которого я давно... ЗИПО. Наверное, уже, наверное, каждый его слышал, но... Николаеве таки не дал ни одного концерта. ОНВСВ, да. Эмм... Рек для вас это способ самовыражения? Или это способ для зарабатывания денег на будущее? Может быть? Не, это было бы не плохо, конечно. Ну, вообще, да. Для того, чтобы у нас были деньги, машины. Просто хочется донести людям от себя, чтобы они понимали, что происходит, и посмотрите назад, извинитесь. Я за 5 лет гораздо больше потратил, чем он мне дал. Точнее, я могу сказать, что он мне ничего не дал. В финансовом плане рэп. Он только моя душа, то, чем я могу заняться, когда мне плохо, хорошо, когда чем-то отвлечься. Ну, это то, чем я занимаюсь, помимо своих обычных дел. Чего вы хотите от жизни? Какие у вас есть ценности, ориентируемые жить в жизни? Ну, когда-то хотел карьеру, много денег. Карьеру? Ну, с вами там разные. Я учился на моряках. Я изначально думал, буду ходить в рейсы, буду зарабатывать шальные деньги, как нам обещали в моряковой школе. Ну, как-то пошел в армию и понял, что карьера, деньги далеко не важны в нашей жизни. То есть, должны быть люди, которые будут с тобой рядом. Как-то я уже задумываюсь над семьей, у меня уже 20 лет, и не хочется, чтобы в 25 лет я обернулся, а меня никто не может поддержать уже. Ну, когда я пришел из армии, то есть, меня провожало в армию огромное количество людей. Просто там, ну, так, буквально 50 человек было на выпровожании, но когда я пришел из армии, не осталось никого вообще. Там одна подушка, которая со мной с детства все, больше никого не осталась. Ни друзей, ни подруг, все вот там отошлись, разлетелись. Ну, я не хочу, чтобы вот так вот, как-то я отлянулся, а рядом никого нет. Ну, конечно, все хотят красиво жить, все хотят деньги. Ну, я не знаю, говорить то, что я хочу этого, а потом это не сбудется. Я не люблю загадывать. Оно как пойдет, так и пойдет. Как оно должно быть, так оно и будет. Ну, конкретно, у меня же есть какие-то цели? Ну, я хочу на сцену все. Я только хочу на сцену. Ну, конечно, я хочу на сцену, потому что мы и так на сцене. Если говорить так, то у нас как минимум месяц, там, пару выступлений есть, сто процентов. Где вы выступаете? В городе? Ну, в городе, в Ольве выступали, я выступал, и в Херсоне, и в Первомайске, и в Харькове, то есть и за городами, ну, то есть практически в Украине выступал. Ну, большинство в городе, конечно. Ну, нам этого особо ничего не приносит, приносит удовольствие люди, которые приходят и которые действительно получают удовольствие от того, что они слушают. Какая возрастная категория? Фанаты у нас уже есть какие-то цели? Есть фанаты, но это, как правило, девочки, которым от 12 до 15 лет. Как это не смешно, не смешно не звучит. Ну, да ладно, все равно хоть есть тут. Ну, зато есть, да, автограф уже первый. А где можно услышать ваш музык? В интернете, ВКонтакте, есть группа, официальная группа Легальный Бит, там все наши треки, клипы, ну, у нас есть три клипа. Да. У меня сольный, у Виталия сольный клип и почти групповой, но как бы там три человека из группы есть, из четырех. Один человек, который тоже был в группе, но его забрали в армию. Вот его сейчас пока нет с нами, я не знаю, при этом будет ли читать, не будет ли читать, но он ушел у нас на три года, а потом убрали и читать, где она придет. Ну, еще есть групповая группа, да. Что в первую очередь цените в людях? Я ценю прямоту, я не люблю, когда говорят за спиной, мне лучше сказать, будет всегда лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Я люблю, когда люди говорят в своих глазах. А в наше время сколько людей, которые тебе говорят в глаза, там, вот ты такой крутой, вот такой, а за спиной тебя костенят и обливают неизвестно чем. Мне такие люди не нравятся. Это я ценю больше у них, прям вот лучше скажи мне в глазах, что ты думаешь, да, чем за спиной говорить. А сейчас очень много за спиной говорят людей. Чем узнать от кого-то, что он что-то сказал? Есть у вас какой-то идол, кумир? Ну, у каждого, у каждого свой. Нет, у нас есть кумиры, но лично я ни на кого не равняюсь, потому что я хочу быть индивидуалом. Есть, да, есть люди, которых мы слушаем, есть люди, которые импонируют их творчеством. Прежде всего, это как бы новая школа хип-хопа, где она построена больше на рифах и панчах, там, разные технические вещи. Вот таких мы слушаем, но даже на них не равняемся. Девушка есть? У обоих. И в планах создания семьи, да? Ну, у меня, да. Ну, просто я знаю, что сейчас, если там, шоу у всех днях, то никто уже ко мне не будет, потому что я человек хороший, или там, влюбиться в меня, потому что у меня что-то будет там, друг. А это человек, который мне помогал, который благодаря ему это все. Ты должен быть девицами, да? Да. Я так не могу сказать, потому что я, придя из АМИ, очень много девушек поменял. Очень много девушек у меня так, чтобы найти свою, ну, как бы, наверное, из-за того, что только... Потому что у меня было за всю мою жизнь несерьезные отношения, и меня девушка из АМИ не дождалась. И потому как-то ищу, как-то на постановленном уровне, ищу что-то похожее, что-то такое же самое, такое же... И не получается, не нахожу никак. Может, как-то нужно остепениться, но и не получается. И на самом деле все дружные, то есть все искренне переживают, искренне там... Были, конечно, там некоторые персонажи, которые там... Как правило, это были рэперы, которые как-то так смотрели на нас вот так вот. И... Вот как бы... А все остальные дружно все, на самом деле, очень хорошая атмосфера. Так вот, вот за кулисами, наверное, было лучше, чем на сцене. Потому что дружно как-то все. Ну, волнение, конечно. Мы много чего потеряли, там, не фотографировались, там, надо было фотографироваться больше, больше, больше. А мы не могли. Вот так вот всего трусить, сейчас выходить на сцену. А, ну все. Вы когда узнали, что четыре судьи, вы думали, все? Потому что мы едем с троих судьей. Мы думаем, приехали, правила изменились, стать четыре судьи. А у нас сразу вот так. Какая украина, моя талант. Потом еще выходим, прямо вот это уже, когда заводят перед выступлением по трибунное помещение. Выходит Саша Мобилай и выдает такой грандиозный номер. Я сказал, Виталь, поехали домой. Какой рэп. Ну, мы вышли и, честно, очень не ждали, что нам так скажут. Потому что, действительно, у силков очень плохо относятся к Рэшбул. Это было видно. Да. И мы все истинные рэперы на всем проекте. На всем проекте, который он сказал. Который пошли? Который сказал да. Угу. Который пошли, который ему сказал да. А чего вы ожидаете от проекта? Новых знакомств. Новых знакомств, да. Знакомств, потому что даже финалист прошлого сезона, Дима Масиченко, он сразу же, как только увидел выступление по телевизору, написал мне и Виталию ВКонтакте. И сказал, я с вами по любому встречусь. Вы такие крутые. Вот захотел с вами познакомиться. Ожидаем новых знакомств. И так уже очень много знакомств, которые, я считаю, очень полезными. Увидеть и других, как кто наступает. Просто по присутствию в такой атмосфере это было очень круто. А вы чего ожидаете? Я же сказал, новых знакомств. Искренность. И, наверное, отдыха. Ты забудешь от всех проблем, которые тебя окружают. Ты будешь просто наслаждаться тем, что ты любишь. Делать все, что ты любишь. Да. Круто. Наши постановки для наслаждаться. Да. Это круто. Какой у вас девиз? Девиз? Нет. Нет? Такое нельзя говорить. Почему? Потому что если мы скажем, у нас уже не будет девиза. Ха-ха-ха. Но никто не должен знать. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха.